Слава Богу, всем добрый вечер. Я думаю, что в пятницу вечером есть хорошая возможность порассуждать над Словом Божьим, особенно если мы имеем именно для этого цель – рассуждать над Словом Божьим. И большое спасибо, благодарность, что вы пришли вместе разделить вот это время. Скажу так, несколько о себе. Мне на сегодняшний день 38 лет, у меня четверо детей. Вот старшей дочери 17 лет, потом сын 15 лет, потом сын 10 лет и меньшей дочери 8 лет. То есть вот такой возраст. И я чувствую, что мне все еще 17 лет. В смысле того, я говорю, у меня дочери 17 лет, а я еще не знаю, куда я вырасту, кем я буду. Потому что возникает немножко такой конфликт, когда ты чувствуешь, что еще не вырос. Многие вещи в жизни сталкиваешься впервые, а твои дети уже вырастают, и ты уже должен как-то говорить с позиции какого-то жизненного опыта, потому что этот опыт ожидается от тебя. Я очень часто и очень много проводил разные свадьбы. И я заметил, что последнее время, когда вот молодые выходят, выходят, и я уже реагирую так, как реагировали раньше люди, и я не понимал, почему старшие люди на свадьбах плачут. Ну, кажется, это праздник, это свадьба, вот в чего плачут. И вел одну свадьбу в Вирджинии, и вы знаете, вот такие чувства просто к горлу подошли, когда молодые люди начинают жизненный путь, и ты думаешь, Господи, помоги только пройти, потому что, ну, всякое в жизни будет. Будут приобретать работы и терять работы. Будут вселяться в новое жилье и будут терять жилье. И жизнь, ну, жизнь вот она такова. И есть моменты, когда ты видишь Бога, и когда ты видишь, тебе не нужно за Него как бы держаться, потому что ты Его видишь, и ты идешь за Ним. Но бывает вот такой туман жизненный, когда ты Бога не видишь, и тебе нужно ухватиться, вот буквально чувствовать. И ты вот, образно говоря, тянешь руки, как в этот туман, и думаешь, Господи, вот рядом ли ты? И поэтому то, о чем мы сегодня говорим, будем говорить. Я хотел бы, чтобы это стало для всех нас какой-то помощью, поддержкой и укрепило вообще нашу веру. Веру в то, что, ну, иногда, когда мы движемся по какому-то пути, сейчас GPS нам буквально до поворота несколько раз скажет, сколько фит осталось, в какой линии держаться. И нам трудно понять, как раньше люди жили без GPS. Мои друзья были в Украине, в одной местности, ехали, и вдруг вот наступает такой момент, когда ты вроде потерялся, нужно уточнить, где ты находишься. И один рассказывает, и я так открыл окно, какая-то бабушка идет по деревне, ну, бабушка же знает всю местность, знает все входы и выходы в деревне. Я спрашиваю, бабушка, а правильно мы едем? Бабушка поворачивается, сыночек, так я же не знаю, куда вы едете. И он говорит, мне казалось, что вся деревня, все знают, куда мы едем. Он выглянул и просто говорит, а мы правильно едем? Говорит, я же не знаю, куда вы едете. Так вот, иногда мы знаем, куда мы едем, но нам нужно, ну, какое-то подтверждение, что я все-таки на правильном пути. Но хуже, когда я знаю, где я, но не знаю, куда я еду. Потому что в этом случае любой человек, который встретится нам, может нас заинтересовать, ну, какой-то целью и увести нас. И вот в этом сложность. Я думаю, каждый из нас, большинство, находящееся здесь, мы знаем, что мы стремимся к святости, к вечности. Но иногда нам нужно убедиться, что мы все-таки на правильном пути. Поэтому мы поговорим на некоторые моменты, в которых мы коснемся чисто, может быть, даже не столько духовных вопросов, сколько внешнего вида. Вопросы, которые мне приходят, пишут, мне пишут социальные сети в личку. Я утром напоминал, очень много задают в вопросах, вопросы о татуировках, о внешнем виде. Иногда нам кажется, что, а что здесь разбираться? Ну, татуировки грех, да? То есть, вот как бы мы это знаем, мы как бы верим. Хотя, вот давайте будем искренними, вот сейчас, вот сами с собой. Наверное, у нас иногда возникает такой вопрос, а неплохо было бы перепроверить. Если на двери написано «не открывать», то даже если мне туда не надо, но там надпись «не открывать», я попробую проверить, правильно ли эта надпись написана «не открывать». Если написано «не включать», приставка «не», она всегда пробуждает какой-то интерес. Поэтому нам часто сложно признаться себе, что вот все-таки мне хочется знать, ну, со мной все нормально, мне никогда интереса не было ни к татуировкам, ни к каким-то вещам. Мне дети иногда задают такой вопрос, а почему, знаете, вот взрослых бьют за вопрос, почему. Детей нет. Если ребенок может спросить, почему солнце желтое, и мы же объясняем ему, да? Но если взрослый спросит, почему солнце желтое, то мы, ну, засомневаемся в здравомыслии. А если он начинает постоянно спрашивать, почему, вот, и мы боимся эти вопросы задавать. Я детям говорю о том, что на Феррари и Ламборгини наклейки не клеят. То есть, чем дешевле машина, тем больше на ней наклеек. Чем человек разочарованнее себе, не уверен в себе, тем больше всех будет вот этих всяких бампер-стикеров. Вот вспомните из вашего вот опыта езды, обратите внимание, что вообще люди пишут на машинах. Вот стикеры вот эти, бампер-стикеры. Если вы увидите, допустим, машину, дорогую машину, Феррари, Ламборгини с каким-то там стикером, обязательно покажите мне, мне хочется посмотреть на это. Но почему-то не клеят, правильно? Но когда человек разочарован в жизни, он высказывает недовольствие против правительства. И эти стикеры будут на бампере, на багажнике. Я ездил на работу одним маршрутом. И знаете, так получается, что часто некоторые машины ты в одно и то же время встречаешь. И вот одна такая машина появлялась периодически, то я ее догонял, то она меня так через утро, через несколько дней, мы как-то в одно время, видимо, ехали на работу. И там такой бампер-стикер. Я дословно уже не вспомню, но что-то, Господи, защити меня от твоих последователей. Что-то такое по отношению к Богу. Такая старенькая машина, видимо, студент на последние деньги купил. И в один из дней я еду, и зад весь разбит. То есть вот там, где стикер, там стикер остался, та сторона. А вот с противоположной стороны, вот кто-то въехал туда. И вот я думаю, что в этом случае, какой стикер человек наклеит в этом случае. Поэтому нам хочется чем-то всегда себя выразить. И мы видим вокруг нас люди, которые учатся, которые работают. Они будут говорить, они будут заявлять, что они тоже верят в Бога, ходят в церковь. Даже, мы живем в такой стране, где люди полностью в каких-то пирсингах, наколках, татуировках, они будут говорить со мною Бог, длинные волосы. Честно говоря, возникают сложности, Господи. И даже какие-то действия, даже люди каются, даже церкви, даже это пастыря. Как во всем этом разобраться? Иногда у нас возникает такой вопрос, Господи, а может быть, я что-то не так делаю? Поэтому мы знаем, что Слово Божье это самый лучший ориентир, самый лучший светоч, самое лучшее мерило. И если Бог что-то запрещает, или скажем, если Бог о чем-то говорит негативно, если Бог чего-то не разрешает, значит, у Бога на это есть основание. И когда народ израильский жил до Вавилонского плена, ну, естественно, там была молодежь, да? Согласитесь, молодые люди, когда мы слышим проповеди, то чаще мы про кого слышим? Моисей, Даниил. И у нас рисуется образ, что все христианство в Библии, вот библейское христианство, Богопознание, оно такое старое. Ну, мы, например, говоря о Моисее, каким мы представляем? Ну, так как это вот нам рассказывается, что это человек, который состоялся в жизни, ну, наверное, сколько ему там, 80 лет, потому что 40 лет он с пустыни только вышел, а 40 лет для 18-летнего человека, это уже старость. Когда ребенок, ну, как ребенок, подросток, 13 лет, скажем так, на похоронах 40-летнего человека, я слышал, говорили, такой молодой умер. Я думаю, как молодой? 40 лет уже пожил. Сейчас мне 38 лет, и я уже понимаю, что когда говорят 80 лет, жизнь еще только не начиналась. Поэтому, когда мы смотрим на этих людей, нам кажется, что там и молодежи не было. Вот как жили люди в то время, молодые люди? Какая была мода у подростков в 15 лет, в 18 лет? Что им было там интересно? Мы вообще мало об этом слышим, задумываемся. на самом деле, на самом деле, это очень серьезный вопрос. И когда Бог говорил о преступлениях, или почему народ израильский ушел в плен, за что Бог наказал, мы очень редко слышим о том, что какие претензии были к молодежи. И с другой стороны, не вся молодежь была такова, которой Бог говорил, какие-то претензии. Взять, например, те, которые были в вавилонском пленении, Сидрах, Месахов, Динага, Даниил. И я уверен, что немало, помимо их, немало было других молодых людей, которые были научены точно так же, которые сохранили верность Богу. И вавилонский плен был интересен тем, что это плен, в котором людей увели насильственно, скажем так, в лучшую жизнь. Вавилон ставил свои задачи не просто людей захватить, и чтобы они были в вавилоне, просто там работали, вот как египетский плен. Людей притесняли, они были рабами, у них не было никаких прав, им тяжело было жить, и все, что они думали, о чем мечтали, свобода, побыстрее свобода. Вавилон был несколько, Вавилон был противоположность египетскому плену, потому что там внушалось молодым людям, что ты новое поколение, современное поколение. И на самом деле, если мы вспомним историю вообще Вавилона, которую мы изучаем в школах, в колледжах, если эти предметы требуются от нас, вы заметите, что Вавилон и архитектурно, и экономически, и в военном плане это была сверхдержава. Скажем так, это Америка была в квадрате. Вавилон не был государством, который не предоставлял, скажем, на то время возможности людям развиваться. Лучшие умы, которые архитектура, военное дело, Вавилон предлагал все это использовать, развиваясь, расти. И поэтому, когда пришло время выходить из плена, народ израильский тремя частями выходил из плена. Но не хотели люди, не все хотели выходить оттуда. В первой категории не так много людей вышло, которые пошли восстанавливать Иерусалим. Потому что молодежь того времени, они уже говорили на халдейских этих языках, на языке Вавилона, они уже думали, как в Вавилоне думают. Они были женаты, они замужем были на местных жителях, жительницах, которые находились там. Их вся жизнь была вот такой красивой и устроенной. Но давайте посмотрим, что было до Вавилонского плена. Для того, чтобы нам не занимать очень много времени, много текстов Писания, хочу обратить внимание на книгу Иезекииля, 23 глава. Если у вас есть Библия, я предлагаю, чтобы вы эти тексты записали и дома, когда у вас будет возможность со словарем посмотреть некоторые значения слов, просто чтобы вы углубились и для себя изучили эти тексты. Особенно для молодых братьев. Я хочу обратить внимание, что вы, как молодые проповедники, обратите внимание на то, что Библия, это не просто там книга, которая была написана тысячелетия назад, и что Библия может мне сказать о сегодняшнем времени. Я хочу обратить внимание, насколько Бог конкретно и детально прокомментировал влияние рекламы. Реклама была во все времена. Мы сейчас обратимся к некоторым текстам, но 23 глава Иезекииля мы посмотрим детально. Реклама всегда играла особое влияние. она формировала образ мышления, как мы одеваемся, как мы выглядим. И на самом деле нормально выглядеть современным человеком. Ну, никто не хочет ходить в одежде 50-х годов прошлого века, разве, если это не вечеринка. На Новый год мероприятие, когда всем предписано, вы решили одеться в стиле 50-х. Но выглядеть так, как выглядели раньше люди, мы все хотим выглядеть модно, мы хотим выглядеть современно, и это нормально. И это нормально, потому что любая добродетель, доброе дело, доброе желание, когда оно возводится в крайнюю степень, вот это начинается зло. Библия говорит, попечение о плоти, то есть твоя одежда, гигиена, внешний вид, не превращайте в похоть, когда это просто страсть. Можно, например, отбеливание зубов сделать в культ. Я читал целый блог-пост недавно, когда одна девушка с Москвы, с ослепительной, феноменальной, голливудской, как хотите, улыбкой, просто стыдила всех, у кого некрасивые зубы. И она говорила, я всегда схожу с зубной щеткой, буквально. Если я в гостях, если я в ресторане, я сразу иду, мне не важно, это где-то вода на улице, это в туалете, я чищу зубы. У нее просто, ну, целый культ на этом. Я слышал свидетельства здесь, в Америке, молодой сестры, которая, для которой диета едва не стала смертельной. Она рассказывала, как просто ночью, на последних вот этих таких этапах, бесы приходили и мучили, потому что съеденное яблоко на ночь, буквально мучило ее. И она говорила, следующий этап в моей диете было, отказаться от пищи вообще. И где-то в интернете, сатана знает, где что показать. Где-то в интернете, она натолкнулась на какой-то культ индийский, в котором женщина рассказывает, что можно питаться воздухом, что человек может существовать вообще без пищи. Вы знаете, эти вещи очень страшны. Парни начинают качать там мышцы и хотят выглядеть подкачанными. И это нормально, для подростка нормально выглядеть, выглядеть физически и выглядеть спортивным и красивым. Потому что любой прыщ на носу, он может стать предметом глубокой депрессии. Любой неправильный или некрасивый прикус зубов, он может сильно повлиять на наше настроение. И это тоже вещи, которые мы не можем игнорировать. Но, опять же, есть свидетельства людей. Один молодой человек, мы как-то делали у нас встречу с подростками, и я приглашал его. Он рассказывал, когда для него Арнольд Шварценеггер стал культом, и он хотел достичь уровня. А потом у него пришла мысль, еще круче быть, потому что тогда я буду более знаменитый, чем Шварценеггер. А говорит, когда мне было 10 лет, моей маме было пророчество. Бог сказал, что придет время, когда сатана захочет погубить твоего сына. И сатана через вот этот способ, буквально, у него целое свидетельство, как он качался, как он таскал это железо, у него вся жизнь была в этом. Потом у него появилась girlfriend, которая такая же, помешанная была на этих вот железяках. И говорит, какое-то прозрение пришло ко мне тогда, когда мы, говорит, принимали все вот эти, допинги начали принимать для мышц. И моя, говорит, подруга сошла с ума и выскочила на улицу без одежды. И закончилось плохо, полицейские застрелили ее. И говорит, для меня это было потрясение. Он в шоке был. И он рассказывал ребятам, что есть вещи, которые мы недооцениваем, насколько сатана может сыграть на нашем желании выглядеть красивыми и выглядеть влиятельными. И поверьте, что Бог создал нас людьми красивыми. Сатана уродует. Сатана уродует. Если сатана внушает мысль, что, о, Бог не хочет, чтобы ты выглядел красиво, чтобы у тебя была красивая улыбка или ухоженные волосы, или чтобы у тебя были там мышцы или там спина, как у мужчины, чтобы ты чувствовал себя действительно вот таким привлекательным. Поверьте, что если кто-то хочет разрушить наше тело, то это дьявол. Это дьявол. Это дьявол через алкоголь, через наркотики, через все эти вещи разрушает тело. Грех разрушает человека. Бог созидает. Когда люди молятся, когда люди пребывают. Мы сегодня утром слышали о том, что Слово Божье является как лекарством для костей наших. И человек, который... Хотите выглядеть уверенным в себе? Побудьте в посте три дня. Лицо поменяется. Это медики вам скажут. Это во всех смыслах. Это самый лучший способ. Я говорю так. Говорю своим сыновьям. Знаете, говорю, вот когда парни ходят в джим для того, чтобы мышцы качать, на каком-то этапе это, может быть, на девчат оказывает влияние. Это классно. Они там играют мышцами перед зеркалом, там селфи, все это. Но наступает момент, говорю, когда отсутствие разума человека, ненакачанный мозг становится очень сильно замечен. И мы, ребята, мы вырастаем и на каком-то возрасте, когда 25 лет, 30, он накачанный, кроме массы мышечной, у него нет ни мозгов, ни образования, ни смысла. Вот здесь возникает проблема. Оказывается, он 15 лет качал не то, что надо. Поэтому качать нужно мозг. Отсюда во все. Но реклама буквально продает нам идею о том, что молодость и красота это то, что необходимо человеку. Итак, посмотрите, вот Езекиил 23 глава, если вы открыли, Бог говорит очень ясно о нескольких вещах. Вот посмотрите, мы будем выборочно читать некоторые тексты, вы просто отмечайте их для себя. Бог называет народ израильский именами, имена им, 4 стих, имена им большой Агола и сестра ее Аголива. И Бог говорит, и стала Агола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим. Вот мы будем читать эти тексты, вы обратите внимание на две основные вещи, на которые Бог обращает внимание. Это внешний вид и статус. Посмотрите, к одевающимся в ткани яхонтового цвета, это внешний вид, как они одевались, и второе, статус. С градоначальником, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях. Посмотрите, Бог говорит, что в какой-то момент времени грех в чем был? Осуждает ли Бог то, что нам нравятся красивые люди? Ни в коем случае. Я хочу, чтобы мы не путали вот этот момент, красивые вещи, быть опрятным, образованным, и человеком, говорящим умно, это нормально. Бог создал нас такими. Бог создал нас такими. Но, здесь есть слово, она пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим. То есть, в Израиле до Вавилонского плена возникла культура, которая была чужда для Израиля. И эта культура была опасна. Опасна почему? Потому что, каждое поколение имеет какие-то свои приоритеты или имеет свои ориентиры. Когда-то моя мама говорила мне, говорит, знаешь, вот на притяжении, говорит, моей молодости, у нас, у девчат, говорит, поменялось как бы два образа вот парней или братьев, за кого мы хотели бы выйти замуж. И говорит, раньше вот, когда церковь притеснялась, когда церковь была гонима, очень сестры ценили братьев проповедников, служителей, потому что в то время это было действительно мужественно, это смелость. Потому что проповедовать слово Божье, ну, во-первых, не было возможностей там учиться или получить библейское образование. И когда, и когда молодой брат проповедовал, им открывалось слово, это говорило о многом. Это говорило, что он проводит время молитвы, в молитве, у него есть отношение с Богом. Вот, говорит, модно, вот так вот мы мечтали, мы молились, Господи, чтобы мой муж был проповедником. Потом время немножко поменялось, уже сестры мечтали о том, чтобы был муж с машиной. Вот, ну, сразу это было до машины, наверное, такой переходный период с мотоциклом, чтобы Ява было или что. У меня отец говорит, после, я рассказываю, спрашиваю, говорю, как у вас свадебное путешествие прошло? О, говорит, мы на Яве пол Кавказа объездили. Я так думаю, свадебное путешествие вдвоем на мотоцикле пол Кавказа, я такого себе представить не могу. Ну, представляете, на мотоцикле вдвоем, это как? Это страшно неудобно, наверное. Но тогда это вот было так, как люди проводили время. Поэтому каждое поколение были свои какие-то приоритеты. И Бог говорит, что молодые люди стали обращать внимание на ассириян и при чем? Он говорит, что это поймите, это не отдельный случай, знаете, что там вот из всего народа 10 человек или 5 человек. Бог говорит на повальную проблему, которая была перед вавилонским пленением, о котором Бог предупреждает и осуждает. Это было массовое увлечение. Это пристрастие к юношам, которые одевались в богатые одежды, в дорогие одежды. И они должны быть градоначальники, то есть это мэры городов, это не меньше мэр, чтобы мой муж, мой бойфренд был мэром города. Ну, соответственно, мэр нищий не может быть, поэтому здесь все, как говорится, одно к одному. Красивые юноши, всадники, ездящие на лошадях. Естественно, в то время все ездили на лошадях. Ну, пешком ходили, если кто-то ходил, то недалеко, потому что лошади были средством передвижения. Опять же, против ли бог того, чтобы израильские девушки, которые мечтали о мужах, о юношах, вот они мечтали, чтобы он обязательно на лошади был, ну, буквально, чтобы принц на белом коне. Так вот, вопрос был не в лошади, но чтобы это был породистый арабский скакун, потому что мы должны понимать, тогда не было машин, и речь идет о городоначальнике, люди, военные, военные ездили на лошадях, но городоначальники очень часто использовали породистых лошадей. И Библия говорит, что была нездоровая вот эта любовь к осириянам. Если мы посмотрим древние, старые фрески, как вообще осирияне выглядели. Осирияне отличались от Израиля, да, и те, и другие одевались в длинные одежды, но интересно, я как-то смотрел один документальный фильм о египетских пирамидах, о фресках, и автор обращает внимание на некоторые фрески о том, что в Египет было переселение израильтян, и он, естественно, вспоминает библейские события, когда Иосиф со своими братьями пришли в Египет, и вот показываются эти фрески, и говорит, посмотрите, вот здесь изображены люди, которые одеты не так, как египтяне, то есть по одежде было видно, что это пришельцы, это совершенно другие люди, каждая народность имела свою одежду, но эта одежда отображала не только культуру, но их веру, богов, идолов, которым они служили. Опять же, проблема не с тем, что я живу в Украине, но поехал и в Германии, или в Турции, купил какую-то там фэнси такую одежду, и вот я не такой, как все. Вопрос здесь в другом, и вопрос вот в чем, смотрите, 14 стих этой же главы, бог говорит, что, но и это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанные по череслам своим поясом, с роскошными на головах их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в халдею послов. Вот здесь Господь обращает внимание на некую рекламу, которая была в то время. Сегодня мы говорили, сегодняшний мир трудно представить без рекламы. Мы едем по хайвеям, по дорогам, большие эти самые бигборды, где рекламируют ну все, и часы, и отдых, и продукты, и для нас это естественно, для нас это нормально. Реклама существовала столько, сколько существует торговля. Торговля существует, сколько существует человечества. И невозможно представить ни одну страну, ни одну экономику без торговли, без рекламы. Но реклама была разная. И самый древний, старый способ рекламы, когда люди делали изображения на камнях. Вообще люди все, все, что хотели оставить в записи, делали на камнях. И Библия как раз об этом и говорит. Бог говорит, что очень сильно в Израиле стала процветать ассирийская реклама. Здесь для того, чтобы сократить время, я опять же даю такую как бы наводку, вы можете порассуждать, просто перенести себя, представить в то время, почему было допущено, почему эта реклама существовала. Бог сказал, чтобы не делали изображений никаких, не поклонялись, но все торговые, экономические связи, которые существовали между странами, они предполагали прежде всего, чтобы была торговля. То есть, если мы хотим с ассириянами жить мирно, спокойно, мы должны установить торговые отношения. Торговые отношения, соответственно, без рекламы невозможно. Значит, их товары будут рекламироваться у нас. И наступил момент, когда ассирийская реклама просто стала агрессивно захватывать умы молодых людей перед Вавилонским пленом. И Бог говорит, что, опять же, проблема не в том, что реклама пришла, но реклама была скрытой. И Бог говорит, что народ израильский, молодые люди, увидели вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдея. Чистая реклама. Каких мужчин? Почему стало влечение? Почему стали девушки тяготеть к тому, чтобы образ мужчины, образ мужа был таким? Выше мы с вами прочитали текст, Библия говорит, что они пристрастились. То есть, через рекламу пришло пристрастие к определенному образу. Одно дело, когда пристрастие, или, скажем, любовь, или симпатия к живому человеку образу. Вот мне нравится этот мужчина или эта женщина как человек, мне нравится как продавец, мне нравится как официант. Но Бог говорит пристрастие как к культуре. То есть, вот такая массовая помешанность. И эти изображения были везде. И что это? Библия даже детально описывает, что это халдей, опоясанный по череслам своим поясом с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская. Посмотрите, вавилонский плен не пришел как неожиданность для народа израильского. Не просто они не хотели, они не ждали этого, это чужая земля, непонятный язык. Нет. Вавилонский плен начался в их сердцах. Бог буквально сказал, если вы приняли это, если вы стали изменять мне, то вы пойдете туда и 70 лет будете питаться этим, чтобы вы увидели и поняли, что это на самом деле. Люди стали, стало модно учить халдейский язык. В речь молодых людей стали вкрадываться слова, когда родной язык, когда библейский язык, закона Моисеева, принципы, все это стало выглядеть как неперспективно для завтрашнего дня. Если учиться, то, конечно же, в Вавилоне, потому что висячие сады, потому что стены, фрески, которые архитектура самого Вавилона, она внушала восхищение и, как это говорится, дух захватывало, когда смотрели на все это. Потому что лучшие умы, самые большие перспективы, которые были там, были сосредоточены в Вавилоне. Вавилон открывал возможности для всего. Поэтому пришла реклама и эта реклама была допущена в Израиле. Она была везде, она устанавливалась и со всех этих изображений, стен, на камнях, яркими красками. Нарисованные мужчины просто говорили, это твоя будущность, это твоя перспектива, это твой завтрашний день. И Бог говорит о том, что она влюбилась. Вот этот образ, который был нарисован, который пришел из Вавилона, он очень быстро захватил умы молодых людей. Но интересное, опять же, такой момент Бог обращает внимание. Посмотрите, произошла, Бог говорит, что она влюбилась в них по одному взгляду очей своих. Любовь с первого взгляда. Как действует реклама? Рекламщики говорят о том, что реклама, которая есть возле хайвея, она должна работать в течение тех секунд, когда человек едет на машине, чтобы я просто посмотрел одним взглядом, и мне был ясный месседж. Вы не увидите длинных текстов, вы не увидите чего-то неразборчивого, даже. Вы просто увидите изображение и телефон. Все. Две вещи. Две вещи. В вашем, в нашем, в моем сознании должно возникнуть желание образа мгновенно, причем, по одному взгляду. Я не должен ехать и думать, а что это, это о чем это, это кому, это никому, это мне лично, это не миллионам драйверов, людей, которые едут по хайвею, это лично мне рассчитано, по одному взгляду, чтобы проезжая, я выхватил это взглядом и позвонил. И в чем, в чем реклама заключается, в чем заключается работа рекламы. Я учился в колледже, у нас был такой интересный проект, преподаватель задал нам, нам было показано изображение машины, там, например, помню, внедорожник Тойота. И он говорит, вы должны на завтра прийти и в своем тексте рассказать, что на этой картинке изображено. Там машина, которая находится на вершине какой-то горы, как-то она заехала, закат, красивая природа, и просто внизу мелкими буквами там сайт, информация и слоган Тойоты Moving Forward. По-моему, это был старый, сейчас уже они взяли что-то типа Let's get places, что-то такое. Но суть осталась. То есть, если ты хочешь продвигаться вперед, во всех смыслах слова, покупай мне дорожник Тойота. Ты будешь и географически продвигаться, ты будешь и впереди прогресса, и всего. Любой продукт сегодня существует слоганом. Любую продукцию возьмите, это будет один, два слова, которые говорят какую-то суть. И это сразу захватывает. Хочешь быть модным, современным, пользуйся нашей продукцией. По одному взгляду очей. Так работало всегда. Друзья, мы не должны думать, что Библия говорит о чем-то, что было раньше, чего сейчас нету. О, Библия это старая книга, она сейчас об этом не говорит. Нет, это мы не можем читать так, чтобы мы это видели. Как еще Бог напишет, расскажет о действии рекламы, если Он говорит, что она ясна, она увидела рекламу, красками было нарисовано. А что, здесь должно было написано, что я по телевизору, что она по телевизору это увидела. Я бы тогда понял, о, речь идет о рекламе. Нет, тогда не было телевизоров, но тогда реклама действовала точно так, как она действует сейчас. По одному взгляду очей. Вы думаете, что мы, живя в Америке, самые первые, самые умные используем эти самые смартфоны для того, чтобы заказывать продукцию? Соломон говорит, когда кто-то говорит, что вот смотри, это новое, это ничего не было, говорит, нет, это всегда было. И это, говорит, всегда, под солнцем нет ничего нового. И здесь Библия говорит, что она влюбилась по одному взгляду очей и послала к ним в халдею послов. Ну, о чем речь идет? О том, что продукция заказывалась, о том, что заказывалась одежда, которая носилась в Ассирии, заказывались стиль причесок, всего. Снова возникает вопрос, почему Бог против так, чтобы в Израиле выглядели так, как выглядят в Ассирии? Вот давайте просто вот такой детский вопрос зададим. А что не так было? Ну, я же не поклоняюсь тем богам, которые там в Ассирии поклоняются. Я просто хочу выглядеть, ходить в одежде, которую ходят в Ассирии. Знаете, когда к Нейману пришел сирийский, точнее, Нейман пришел, сирийский воичальник Нейман пришел к Елисею, в Омте, он принес с собой одежду, как знак благодарности. И, но, что сказала Елисей? Елисей вообще отказался от этих вещей. И там был Гиезий, который рассудил, говорит, сам себе подумал, ну а почему бы мне не взять эту хорошую одежду, сирийскую одежду, красивая, классная, качественная одежда, но не принес же Нейман там что-то второсортное такое, лучшее, что ему царское принес. Вы помните, когда Елисей с ним разговаривает, и он говорит Гиезе, говорит, не сопутствовало ли сердце мое тебе? Когда этот человек, Нейман, обратился к тебе с колесницы, но он задает вопрос, время ли сейчас носить эту одежду? Интересно. Оказывается, что для всякой вещи, для всякой одежды в том числе, для всякого образа есть время, а есть, когда мы вообще не должны этого касаться. Дело все в том, что Израиль и сирияне были в состоянии войны, так Библия говорит. И это многое объясняет. Представьте себе такую картину. Идет Вторая мировая война. Ну, фашисты, немцы, соответственно, это узнаваемая одежда. Летняя одежда, зимняя, шинели там. Представьте, что мы переносимся вот в те времена и каким-то образом мы попадаем на склад добротной вот этой немецкой одежде. зима, шинели. Вот в чем состоит мой грек? Взять парочку вот этих немецких шинелей и просто пользоваться. Сейчас, ну, пожалуйста, если я в немецкой шинели пройду, да вряд ли кто обратит внимание, в чем я там пошел. Но есть такие свидетельства, когда люди для того, чтобы спастись от мороза, где-то там снимали с убитых немцев шинели, свои едва там чуть не расстреливали, потому что пока там разберешь какое там лицо в этой шинели, шинель говорила, это враг. Это враг. Вопрос алкоголя. Столько много споров и люди, знаете, сегодня говорят, да можно чуть-чуть, да в Израиле там Христос пил, там действительно пил вино. Можно спорить, если есть знания, понимание, можем раскладывать алкоголь на там химические все эти элементы, но есть люди, которые, для которых есть одно понятие, что для этого не, для этого продукта не время. Я решил для себя, что это не время, потому что Царство Божье, гражданином, которого я являюсь, находится в состоянии войны с алкоголем, с одной церкви, служитель говорил, здесь в Америке, говорит, был на одном суде, позвали меня там в качестве каких-то там присяжных, и вот, говорит, ситуация, девушка, которую задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, выпившая была, и говорит, пожилой судья задает ей вопросы при всех нас, и говорит, что вообще побудило тебя, почему ты села за руль, она говорит, ну, я, я немножко перебрала, где это было, я была в баре, что ты в баре делала, я хотела познакомиться с парнем, зачем тебе парень, мне нужно устраивать свою личную жизнь, ну, то есть, вот такая логика молодой женщине, ей нужно устроить личную жизнь, все способы не работают, остался один только где-то почему-то вот в баре, в баре во время знакомства выпила, ну, закончилась в суде, и он, судья, говорит ей, говорит, если бы ты знала, сколько я здесь видел людей, жизнь которых алкоголь разрушил, ты бы бар обходила бы стороной, но она не прожила столько, она жила совершенно на другой стороне улицы, образно говоря, чтобы видеть эту ситуацию, поэтому, когда речь идет о каких-то вещах, мы всегда должны задавать вопрос, какие погоны или какой образ я повешу на себя той или иной одежды, мы убеждены в том, что одежда для духовного мира вообще не влияет, мой внешний вид, выражение моего лица, но самое первое обращение, которое Бог сделал Каину, помните, Каин, почему не поднимаешь лица твоего, если ты не делаешь доброе, то значит грех, то есть твой внешний вид, твое лицо, твое поведение, твое настроение, оно говорит о твоем внутреннем состоянии, против ли Бог того, чтобы мы выглядели хорошо, нет, Христос даже более того сказал, Он говорит, сравнивая о фарисеях, которые любили одеваться хорошо, длинные одежды, чтобы на улицах их люди видели, Он говорит, ты не делай так, ты зайди в комнату, молись отцу твоему тайно, отец видящий тайно воздаст тебе явно, но, Он сказал, когда ты постишься, помашь голову твою елеем, интересно, да, для чего применялся тогда елей, елей действительно было как ароматическое, как косметическое средство, то есть мы должны понимать, что есть состояние скорби и плача, когда люди плакали пред Богом, разрывали одежду, и если священник, священникам вообще было запрещено разрывать свои одежды, потому что если священник в Израиле разрывал одежды, это заканчивало его первосвященство, рвать на себя одежды священнику нельзя было, Бог говорил, чтобы когда восходишь по ступенькам к жертвеннику, когда ты в служении, никоим образом не должна открыться была нагота твоя, это одна сторона, но другая сторона, когда ты являешься перед Богом, Он говорит, явись не как перед людьми, потому что есть красота, которую люди хотят видеть от тебя, а есть красота, которую ожидает Бог, и интересно, что Он говорит, помашь голову твою елеем, даже если мы утром встаем, и с чего начинается наше утро, когда я должен молиться, я здесь не для того, чтобы говорить нам, что я должен делать первое, и что последнее, но я помню, моя бабушка меня всегда так учила, мы малышня, встанем в деревне, так это поздно, с кровати, там все торчит, один глаз разлипся, другой слипся, и мы сразу до блинов, до стола, она говорила, умыться и помолиться, нечего пред Богом являться с таким видом, я не понимал, к чему она это все говорит, но как-то у меня вот это осталось о том, что умылся, проснулся, причесался и становись на колени, вот эта вот собранность, которая, знаете, нам не хватает очень часто, но это очень, очень ценит Бог, один служитель вернулся с большой конференции в Германии и рассказывает, служение было, конференция, приехали служители с разных мест, Франция, там, Европа, с Америки, и люди молятся, и люди молятся по-разному, кто-то сидя, кто-то лежа, каждый приехал со своей культуры, со своей церковью, и говорит, выходит служитель, и Бог берет этого служителя в удел, и Бог говорит, это было время, я сейчас скажу, где-то 97-й год, 97-й год эти события происходили, вот, чтобы вы понимали, какой была Европа тогда, какая Европа сейчас, и Бог обращается к этому собранию и говорит, так говорит Господь, придет время, когда я Европу поставлю на колени, я научу народ мой молиться на коленях, вы можете, снова анализируя время, в котором мы живем, что происходит с Европой, одно дело разложение, там моральное, все это в школах, и так среди людей, но я говорю о тех терактах, о тех ежемесячных практически потрясений, которые, ну, Европу еще не поставили на колени, к сожалению, но Богу не безразлично о том, в каком мы состоянии являемся перед ними, потому что все начинается с того, что в Израиле начиналось, был порядок, как являться пред Богом, были жертвенники, Бог сказал, сделай жертвенник так, чтобы ступеньки были не открыты, чтобы когда ты поднимаешься, не открывалась там твоя ногота, там голые ноги, это был порядок, но в определенный момент цари приезжали в Сирию, в Ассирию потом, видели современнейшие жертвенники, жертвенники, прежде всего, жертвенники не оскорбляли чувства людей, сегодня нам кажется, что если мы, если мы будем молиться на коленях, меньше людей придет, если мы, если мы, ну, не будем смотреть на человека, позволим Богу смотреть на его сердце, предоставим это пред Бога, значит, ну, пусть Бог и разбирается, и молодые люди начинают молиться сидя, начинают молиться под гитару, начинают молиться, когда ходят, и мы со своими детьми имеем беседу, и я объясняю, говорю, есть вещи, которые не меняются временами, в смысле, ну, например, вот мы, говорю, приходим к столу, и все знают, что нужно сделать, мы садимся, и мы начинаем кушать, говорю, а почему бы, ну, я, говорю, я свободный человек, я, например, возьму тарелку, и начну возле стола прыгать и есть, а кто мне запрещает, я же свободен, я могу с этой тарелкой, потом кофе налил себе, и, а чего, это же нормально, я даже могу движение целое создать, как приехал в Сакраменто, вот, я говорю, здесь у вас столько церквей, одному брату, говорю, столько церквей, а он, говорит, он посмотрел вокруг, говорит, знаешь, вот, если бы я сегодня открыл культ поклонения этому камню, я бы тоже церковь собрал, то есть, на любую глупость соберешь людей, и это действительно правда, я говорю, почему сегодня кому-то пришла вот идея, что, что вот можно молиться, можно молиться просто, просто сидя, я понимаю, когда физически мы устали, когда, когда я ложусь, или ночью мне сон, но не берет, мысли одолевают, я смотрю в потолок, я начинаю молиться, это одна ситуация, но когда я выспался, когда я здоровый, я начинаю использовать служение Богу, вот так вот, образно говоря, пришел в церковь, и ноги закинул на алтарь с чашкой кофе, и говорю, ну, говори, Господи, готов, раб Твой слушает, не будет Бог говорить, сколько бы я не слушал, одна сестра очень, очень хорошо обратилась, обратилась к Богу, покаялась, и одно время стала, стала ходить в клуб, стала ходить в клуб, и оказалось, что она очень, очень неплохо танцует, и все ребята с деревни там, с ней с ней танцевали, ее жизнь, ее угощали, вот, и человек церковь посещает, Бог говорит через служителя, неправильно используешь свои ноги, ну, она потом рассказывала, ну, я послушала, ну, как это, а как ноги можно использовать по-другому, ну, ноги для того, чтобы ходить быстро или медленно, где-то она ехала там на велосипеде, и сорвалась в какой-то глубокий оврах, совралась, велосипед зацепился за ветку, за какой-то корень, она за этот велосипед, и какое-то время висит там, висит, подвешенная вот так, и молится, Господи, помилуй, Господи, и начинает к Богу взывать, человек верующий, кто-то там проезжал, вытащили ее со врага, но от пережитого стресса ноги отказали, отказали ноги, и лежит, и тоже рассуждение, и потом, Господи, прости, покаялась, вернулась здоровья, вернулась, и знаете, Бог начинает человека проводить вот такими путями, такими способами, мы не хотим, чтобы Бог делал это с нами, мы не хотим терять здоровье, но мы иногда думаем, что то, как мы выглядим, какое влияние оказывает на нас мир, для Бога это не имеет никакое значение, последнее, на что я хочу обратить наше внимание, это говоря о том, что мы накладываем, какие письмена мы накладываем, если вообще накладываем на свое тело, когда мы читаем откровение, 22 глава, Бог говорит, 15 стих, вне, то есть, вне города, вне города, категории людей, псы, имеется в виду, не в буквальном смысле слова псы, а люди моральной нечистоты, и вот Библия говорит, псы и чародеи, несколько раз в откровении, Бог говорит о том, что царство небесное, не наследует люди, которые называются чародеями, чародей это древнее, древнее слово, славянское слово, если мы посмотрим значение этого слова, то оно использовалось в нескольких значениях, во-первых, чародеем называли, в первую очередь, народную медицину, врачей, которые там травами лечили, какими-то настойками, во-вторых, как смежное или как производное значение, чародеи делали различные яды. Ну, яд может быть лекарством, если он используется в малых дозах, может быть как лекарство, и, естественно, яды использовали для того, чтобы убивать людей. И третье значение, чародеи использовали именно краску для косметологии и макияжа, и в том числе наколок. То есть, в те времена человек, который делал вот эти вот вещи, он назывался чародеем. И Бог ясно говорит, что человек, который занимается этими вещами, он царство Божие не наследует. Опять же, когда мы говорим о человеке, который продает травы, который занимается каким-то лечением, ну, если вам там столкли или сделали ромашковый чай, потому что у вас простудит, это не чародей. Но чародей человек, который делал вот эти снадобья, и очень часто, очень часто, в большей части, когда мы говорим о медицине, используются самые разные наркотические средства. Это и алкоголь, это и какие-то наркотики. Опять же, всегда существует какая-то определенная доза допустимая. В Америке очень большая проблема. Многие люди, которые используют лекарства, часто становятся зависимыми от болеутоляющих, от, если мучает бессонница, врач выписывает эти лекарства, и человек уже не может без этого. Поэтому, если человек занимается производством, распространением, употреблением, использованием вообще рекламы, как мы говорили, никакая торговля, продукция не существует без рекламы. Вот этих вот средств, которые яды, которые человек делает яды для того, чтобы убивать других людей. когда производство наркотиков, производство наркотических средств. И в том числе, это люди, которые использовали вот эту краску для того, чтобы делать наколки. Бог говорит, что человек, который этим занимается, даже если сам это не использует, он подвергается вот этому осуждению. Если посмотреть на статистику, вообще наколок, я поинтересовался этим вопросом, и оказывается, что, как правило, если человек сделал одну наколку, у него возникает желание сделать одну, вторую, и возникает в полном смысле слово зависимость. Иногда, иногда трудно, иногда трудно человеку психологически переступить барьер, сделать первую наколку. Но психологи и владельцы тату-салонов говорят, что если человек переступил, переломал себе вот этот барьер и сделал даже небольшую, одну маленькую наколку, у него возникает желание сделать вторую, третью. Когда человек делает себе наколку? Опять же, я интересовался этим вопросом, и исследование говорит, очень часто причина для того, чтобы сделать какую-то наколку, связанную с каким-то моментом жизни. Либо это радостное событие, либо это какое-то переживание, либо это потеря близкого человека. Когда Бог сказал, не делайте наколок, надрезав на теле своем во имя умершего, мы говорим, но мы же не делаем во имя умершего. Имеется в виду, что за наколкой стоит всегда какая-то психологическая привязка. То есть, то, что мы должны отдать Богу, первое место в нашей жизни. Первое место, когда, если в моей жизни произошла трагедия, Бог там должен первым быть. Моя молитва к Нему, моя молитва об этой ситуации к Нему. Но если человек в память об этом, о том, что он прошел это, пережил это, военные люди, когда, пройдя войну, или какое-то, какое-то сражение, удерживали где-то какую-то военную стратегическую высоту и потерял очень много друзей в этой битве, в этом сражении. Он один выжил. Он начинает делать наколку в память о своих друзьях, о своих товарищах убитых. И на этом не останавливается. Мы не знаем, почему это происходит, но психологически возникает вот эта зависимость. Второе, второе наколки, которые делаются в тату-салонах, большей частью, если вы посмотрите какой-то каталог или изображение, это разные восточные образы. Любая татуировка, она имеет на себе определенный смысл. Есть масса примеров, когда люди испытывали влияние демонических духов только потому, что была набита какая-то наколка. Ну, скажите, встречаю как-то человека и у него вот так вот на шее, вот он наколол пунктирную линию и написано, написано cut here. Вот что, что двигало? И я вот смотрю и думаю, ну, ну, если бы ты на ухе наколол, ну, потерял ухо, кто-то отрезал. Ну, я понимаю, люди, видел, видел дверь, дом, двери написано при пожаре меня и собаку выносить первыми. Ну, смысл есть. Вот. А когда человек пошел к, пошел к, в тату-салон и говорит, сделай мне такую наколку, резать здесь. И, и вот о чем это говорит? Это говорит о том, что человек уже продал душу дьяволу. Человек уже не свободен. И когда люди начинают заниматься такими вещами, баловаться, граница это очень-очень тонкая, очень-очень опасная. Я, я не говорю о том, что, ну, не все, не все люди делают такие татуировки, а как насчет того, вот, человек там вот ходит в церковь и написал, вот набил там себе на, на руку, там, на грудь, на плечо, там, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вы знаете, сатана во всех, во всех оккультных, во многих, скажем так, оккультных практиках, и рок, и музыка, сатана использует слово Божие как некую насмешку. Представьте себе, раба с наколкой, я свободен, я не раб. Но это смешно выглядит, правильно? Когда человек делает какие-то вещи, о чем-то заявляет, и при этом, он говорит, я свободен, но остается рабом, остается рабом, это насмешка над Словом Божьим. Очень часто есть, в нашей жизни есть грехи, которые не к смерти, но не к смерти, грехи, которыми человек согрешает, и здесь есть два выхода из этих грехов, чтобы кто-то за меня помолился, помог мне, это как в яму, человек упал, если яма достаточно глубока, что я могу руку из этой ямы вытянуть, или я не глубоко, до меня можно дотянуться с другой стороны, эта яма не к смерти, но если я сорвался в обрыв, в пропасть, в которой ни я не дотянусь, ни до меня не дотянуться, это значит, это значит к погибели. Так вот, есть моменты, когда за нас кто-то молится, и Самуил сыновьям своим сказал так, говорит, дети мои, то, что вы делаете, это страшно, потому что они ходили в церковь, точнее, в скинье на то время, они были служителями, но они делали тайную, они вели тайную греховную жизнь, они спали с женщинами прямо там в скинье, когда люди приносили жертвы, они отбирали, они нарушали все заповеди, и Самуил сказал, говорит, если согрешит человек против человека, то можно помолиться Богу, можно решить этот вопрос, они примирились, и Бог восстановил, исцелил их и их отношения, но, говорит, кто помолится, если человек против Бога согрешит, есть ситуации, которыми мы грешим против нашего тела, мы грешим против Бога, и есть моменты, которые заканчиваются очень печально в нашей жизни. Одно из таких моментов, когда мы позволяем, чтобы Слово Божье нами ругалось и насмехалось в нашей жизни. Различные шутки, анекдоты о Слове Божьем. Мне очень страшно, когда проповедники начинают шутить за кафедрой, чтобы вызвать смех в зале. Я был на одном служении и пришел туда, в Американскую церковь, потому что приехал известный проповедник, которого я слышал на слух о том, что есть такой служитель. Но вы знаете, когда он вышел на сцену, он начал шутить, он начал щекотать народ. Он просто, вот его цель была, чтобы люди просто смеялись, и он использовал все, и имя Бога, и Дух Святой, и вы знаете, ужас пришел, страх пришел. Я думал, что если сейчас рухнет здание или рухнет балкон предо мной, я абсолютно этого заслужил, потому что, вы знаете, я не из тех людей, которые, ну, сразу настроен, так вот, никакого юмора, там ничего, но ты понимаешь, ты сидишь, и вдруг страх приходит, что, подожди, парень, ты перешагиваешь линию, ты имя Божье, ты смеешься, просто, извините за такое выражение, нуржак в зале, то есть, это же не смех, просто он еще не закончил фразу, еще он не завершил мысль, люди уже смеются, уже все, уже хохотун стоит, и, вы знаете, в этом, в этом случае, мы должны взять для себя за правило, слово Божье никогда, Бог об народе израильском сказал, слово Божье у них в посмеянии, слово Божье не должно быть у нас в посмеянии, поэтому, друзья, я хочу ободрить нас, всех вас, молодые люди, в том числе, и я хочу сказать, что небо за нами, за вами, пристально смотрит, то, что нас высмеивают, но, с другой стороны, и уважают, но никогда, когда приходит в наше сердце мысль, что может все-таки мне, мне вот поступать так, как поступают люди в этом мире, нужно задать вопрос, не потеряли ли я образ христианина, не перепутают ли меня, потому что я могу надеть, я могу одеть одежду, я могу выглядеть, я могу поступать, как поступают люди, я могу шутить, я могу, я могу грязные какие-то шутки, я могу высмеивать там церковь, именно такими грязными, грязными какими-то анекдотами, мы должны понимать, что народ израильский пошел в плен за то, что нарушил закон, но я сегодня обращаю внимание, молодые люди, которые родились там, которые росли, которые в своих семьях, которые там восприняли вот эту культуру, они увидели красками нарисованных мужчин, образ этих, ассирийцев, они стали заказывать эту продукцию, они стали ездить туда, они стали покупать, они стали так, мужчины стали заплетать волосы, делать так, как делали эти люди, не потому, что это некрасиво, нет, но потому, что на то время, это был образ, которым люди поклонялись богам, которым люди поклонялись, поклонялись идолам, и это молодежь ведет очень сильным, к сильным таким потерям, поверьте, что любое поколение, любой молодой человек, он проходит свои жизни через этот этап, когда начинается оказываться вот это влияние, было время, было время, когда Давид, Давид очень сильно поднял Израиль, поклонение богу, служение богу, но вот обратите внимание на его сына, Авесолома, написано, что он родился красивым человеком, но если родился человек красивым, но в чем его вина, да, ну родился, ну я нравлюсь всем, я самый красавец, я самый завидный мужчина, парень, жених во всем Израиле, так отмечено в истории было, что не было в Израиле такого прекрасного, высокого мужчина, на голову выше всех был, там эти коротышки еврейчики бегают, а этот такой, как будто не из еврейских кровей такой, вот, да еще и волк, написано, что не было недостатка в теле его, от темени головы до пят, какой там врач его обследовал, но это Библия так говорит, совершенный был, все стандарты были, какие у мужчин стандарты там, фигур, не знаю, золотое сечение, это Фибоначчи там эти, все высчитывают, то есть пропорция, пропорция, когда кто золотое сечение исследует, слышал, знаете, что вот это когда пропорция есть, человек выглядит красивым, пропорциональным, вот совершенство было, а волосы, волосы Соломон, Авесолом точнее сделал вообще рекламой, это бренд был, написано, когда Астригся он, Астригся он один раз в год, думаю, ну, наверное, история про меня не напишет, сколько раз я Астригся, или, а это же тысячелетие прошло, и вот там писали эти историки, писали, и вот написано, Соломон раз в год Астригся, потом торжественно несли эти волосы, взвешивали, записывали, сколько сиклей, там это волосы завешивали, он сдавал куда-то это все, ну, подумайте, какой процесс был, и вот, если бы телеки в то время было, то там, как этот шоу, там весь Израиль бы смотрел, шоу Соломон, стрижка, стрижка Авесолома, в чем была проблема его, то, что он родился красивым, не беда, не проблема, не его вина, то, что у него были волосы такие роскошные, да слава Богу за твои волосы, проблема была в другом, тот же самый грех, который сделали молодые люди, перед Вавилонским пленением, он сделал это брендом, который начал навязывать всем молодым людям там, сколько, сколько молодых вполне впало в депрессию, потому что не такие волосы, не того роста, то ли дело Авесолом, и если, если парень там в джиме до Арнольда Шварценеггера докачаться можно, а что ты с волосами сделаешь, они либо есть, либо их нету, и вот этот образ Авесолом стал использовать для того, чтобы неправильно влиять на молодое поколение, а в чем было его влияние, он на бунт поднял народ израильский, это же не просто был глупый человек, одно дело, когда, знаете, редкое сочетание ума и красоты вообще, либо одно есть, либо другое, но когда и ум, и красота, это действительно гениальность, это дар, это, наверное, один из тысячи, так это человек, который действительно оказывал влияние, и человек был не глуп, он вставал у ворот, и он встречался с людьми, и говорил, в чем твоя проблема, написано, он вкрадывался в сердца израильтян, вкрадывался, у него была тактика, у него был план, и он буквально, вот его образ, образ Ависалома для Израиля того времени, он именно стал нечем новым, да Давид, да его, его подвиги, ну это деды, скажи-ка дядя, ведь не даром, там, о да, были схватки боевые, там, как в том стихотворении, когда-то это все было, сейчас новое поколение, Ависалом, вот он лидер Израиля, и вот этим образом, сколько молодых людей, он увлек за собой в лес, когда поднялось восстание, против помазания Божьего, когда в Израиле началась новая эпоха, когда на царство Иераваам, тот же самый человек, который воспитался под влиянием времени Ависалома, помните, он стал окружать себя военными, влиятельными людьми, военачальники, и даже Библия говорит, что ни Садока, ни тех первосвященников, которые были с Давидом, отцом его не позвал, влиятельные, военные, богатые, красивые люди, и все это стало приводить к бунту, там, где бунт, там поражение, поэтому, друзья, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, и попросили, чтобы Бог дал нам остаться верными Ему, верными Ему слову, и благослови Бог каждого, если Бог дал вам родиться с ростом, который вам нравится, если родиться с носом, который вам нравится, если родиться с размером ушей, формой головы, я не знаю, если вы любите себя, благослови вас Бог, если вы начинаете о чем-то задуматься, что я не таков, мне нужно что-то менять, поймите, многие вещи, которые мы совершаем в нашей жизни, они могут иметь духовные последствия, духовный корень, но Давид когда-то сказал, ты, говоря о Боге, обращаясь к Богу, ты соткал меня во чреве матери моей, зародыш мой, видели очи твои, вот это ценно, Бог создал меня, и я благодарю Бога за то, что Бог имел план, я родился на эту землю, и я хочу, чтобы мой образ, как образ христианина, нес его слово, и чтобы похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все эти вещи пройдут, придет новая мода, придет новое влияние, сегодня худеют, завтра полнеть будут, сегодня одно делают, одеваются, завтра будут раздеваться, друзья, мы не угонимся, мы будем выглядеть современными, хватает этих модных вещей, куда не зайдешь в магазине, по 80% сейлы, на самые брендовые вещи, у меня жена работала в магазине, опицы, там откуда они, по 5 долларов какие-то вещи, и я думаю, на чем люди вообще зарабатывают, брендовые дорогие вещи, с такими скидками, иди покупай, одевайся, ходи, выглядим модно, но помни, все это проходит, а исполняющий Слово Божье пребывает вовек, и вот это важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,